Вот там наш номерок, ребят. Отель называется Замок. Здесь у них 50 фотографий артистов и известных людей, кто у них был. Идем на завтрак. Мадмаузи. Доброе утро. Вон бочки, где пиво варят. Пишет что? Это нормально. Глядите, вон сделан. Надо было нам сказать. Если он сказал, мы бы заказали. Капучино. Вы думали, они за нами остались. Смотрите, как прикольно сделано. Наш любимый цвет с Аней. Видите, в каком стиле сделано. Причем, в предыдущем видео Алексей рассказал, что стилистика и все остальное у них делится, да? Леха рассказал, что делятся у них отсеки. Ну да. Давайте покажу вам, что у них здесь на улице. Летняя веранда. Такая тачку мы припарковали слева. Вчера мы вернулись. Вечерком заказали пиво. Была живая музыка. Очень хорошие ребята у них. После этого, значит, мы посидели здесь. К нам подошли. Вежливо сказали, ребят, кафе закрывается. Будьте любезны перейти на левую сторону. Мы с Аней перешли туда. Да. И... Какая каша у вас здесь? Или вы будете блинчики? Я буду и блинчики, и кашу. Хорошо. Пусть готовят. Много еды. Вчера, честно, не наелся. Съел одну из свою кашу. Подача была очень красивая, но не наелся. Давайте пройду, значит, покажу, что у них здесь по отелю. Напоминаю, ребят, то, что это у нас Ростовская область. Город Шахты, куда мы приехали. Вот здесь вы паркуетесь, заходите. Там ставлю Волгу, у них стоит. Здесь большой открытый ресторанчик у них. Кафешка такая, да. И еще он сказал, что у них есть отличия между крылом правым и крылом левым. Но в левом я не был. И ходить уже сегодня не буду, честно. Блинчики с мясом или с творогом? Блинчики с мясом или с творогом? Блинчики с творогом. Я взяла кашу овсяную бori с творогом. Бери кашу овсяную, как вчера. Я беру рисовую кашу, я ел. Ты ел с рисовым. Ну и все, и что там, творожок. Все. Так, что у нас тут по десертикам? Очень вкусно у них наполеон, я вчера брал. Наполеончик вот здесь. И медовичок возьму. Давай возьмем сейчас. Анька взяла, значит, хачапури вот такое. И еще что-то. На этом мы закончим наш обзор и будем потихонечку собираться. И попозже я сниму вам номер, в котором мы остановились, и покажу все. Давай. Стоп, камера, мотор. Снимаем дегустацию с десерта. Нет, кадр один, дубль один, надо говорить. Кадр один, дубль один. Поехали. Снимаем дегустацию с десерта. Напоминаю то, что отель-замок. Сзади у тебя вывеска. Наполеончик. Первый у меня идет кусочек наполеончика. Хочу вам сразу сказать. Холодненький, свеженький, чувствую пальчиками. Лепота. Кайф. А это что такое? Вот это я хочу попробовать. Вот я тоже хочу. Это у них каждое утро. Такие вкусные десертики. Ну давай. Раз моя любовь хочет попробовать, я сейчас ей вот эту часть небольшую. Выделю. Выделю. Держите-ка. Скажете свои ощущения. Знаете, на что это похоже? Ну-ка давай-ка говори, на что. На. Смесь такой, крошки, смесь картошки и печенюшки, да? Да. Овсяный. Овсяный, да. И сейчас я попробую медовик у них какой-нибудь. Так. Помним, что за рекламу нам еще не платили. Надо подойти потом к концу. Сказать что? Надо подходить в начале, милый. Ну, в начале мы не успеем. Мы не думали, что так развернется наша реклама отеля. Ребятки, очень вкусно. Десерты обалденные. Но мы их пока убьем в стороночку. Потому что мы ждем кашу, блинчики и что-то еще. А вот еще хачапури есть вот такое. Да, хачапури, боба. Беспудобно. А вчера мы еще на ночь жахнули соленые рыбки. Анечка, ну-ка скажи, что у нас была за рыбка? У нас была чухонь и таранька. Чухонь и таранька. Рыба, которая ловится в река Дон. В реке Дон. И кто ее не ест? Я, это Чукча. Река Дон. Река Дон. А кто эту рыбу не ест, тот... Тот хорош человек. И пиво у них, ребят. Чем славится это место? Славится тем, что здесь ребята варят свое пиво. А ты что, не рассказывал об этом? Ну, так вкратце. Может, кто-то перемотает. Пиво просто бесподобное у них. Я вчера выпил 3 микро. За ветер. Сколько? 3. 3. Да. А когда принесли нам чек, я думал, будет тысяч пять. А получилось тысяча девятьсот восемьдесят рублей. Было два кофе? Рыбка, фисташки. Твое пиво? Пиво. Их три. Вот этих, литрушки. Да. Фисташки. И две рыбы. Гренки. И гренки. Вот так вот. Так что москвичи. Фонты здесь не кидайте, Саня. Ну, все, ждем завтрака. Ребятки, давайте на ширик ее бахну. Оп. Принесли. Вот такая подача здесь. Очень красивая тарелочка, как вы видите. Смотрите, какая. Псянечка будет. Пробовать, снимать пробовать. Это что, геркулесики? Давай. Кто, ребят, не видел такие тарелки? Смотрите, куда здесь, видите, выемка, чтобы аккуратно фрукты разложить. Ну, и не только фрукты еще. Деньги можно сюда класть. Мелочь. Ну, мелочи нет. Давай лучше крупную купю. А как, закручивай в трубочке? Серебряненькие. Ой, тебе. Танька, вот мне принесли, давайте. Давай. Спасибо большое. У тебя блинчики. А у меня вот, смотрите, как, значит, чернослив, курага. А вот у меня еще какие блинчики я взял себе. Мы с тобой съедим блинчик. Я уже наелась. Давай еще раз покажем. Ну, что бы сейчас сказал? Главное, шеф-повар, Джабарыч. Он бы сказал, отличная подача, хорошо посыпали. А это что, майонез? Майонез, сметана? Как думаешь? Сметанчик, наверное, да? Сметана, сметана. Я шучу, шучу. Шучу. Ну, все, ребята, пожелайте нам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. И позже я вам покажу отель. Именно номер, в который мы заселились. И будем мы выезжать отсюда. Нам здесь очень понравилось. Если будете мимо проезжать и хотите остановиться, останавливайтесь, не пожалеете. Скажите мне спасибо в комментариях. За такой теплый рассказ. Да. Девочка вам несет зарядку. Спасибо, мой хороший. А можно прям сюда? Нам, нам, постарай. Спасибо большое. И вот этот комод красный, они, ребят, тоже сами делали. Комод сами восстанавливали. Потом, это, кстати, машинка швейная, тоже сами они восстанавливали. И делают они еще, ребят, очень крутые такие светильники. Зингер называется. И настольные, и напольные, все они восстанавливают. И очень много делают они декора. Что он сказал еще? То, что они специализируются на вот этих комодах, да? Да. На реставрации комодах они специализируются. Очень-очень старинные. Надо знаешь, чем сделать? Сказать? Чтобы у нас вот этот шкаф забрали. Да, конечно. Пусть установят. Ну что? Он с правой стороны классный, где дверь открывается. А с левой, кто-то что-то там нагородил. Это что, он не закрывается? Видел? Видел? И что это такое? Не знаю, что проветривалось, я думаю. Когда белье вешали, что проветривалось. Что занезаставилось. Серьезно, да? Это же немцы придумали, конечно. Я думаю, что с их извращенностью в то время. Они подумали о том, чтобы запах выготавливался. Может быть, может быть.